Собственно, о том, как проходило голосование о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина, какие аргументы звучали, расскажет Анна Каменева, она находится в парламенте. Аня, здравствуй, расскажи все подробности, какие решения есть, тебе слово. Здравствуй, Катя. Рассматривать представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест на РДП Михаила Добкина начали после пяти часов вечера. Первым взял слово генпрокурор Юрий Луценко и заявил, и попросил депутатов проголосовать за все три решения. Прокуратура подозревает Добкина в махинациях с землей в Харкове, когда тот еще был городским главой города в 2008 году. Добкин Михаил Ломаркович, действующий умисно в интересах третьих осіб, сприяв за значенным особам, забудовникам міста Харкова в реализации злочинного умисла что до заволодения земельными делянками на территории места Харкова шляхом шахрайства, сессия без розгляда на ответственность земельной комиссии проголосовала за выделение шахраям земельных делянок загальной площадью понад 77 гектаров. Сам Добкин свою вину не признает, но при этом заявляет, готов проголосовать за снятие с себя неприкосновенности, дескать, готов оставить свою позицию в суде. Генеральный прокурор, поддерживая претензии следователя, обвинял меня только словами, не предоставив ни одного документа, ни одного доказательства того, что был нарушен закон. Я абсолютно уверен, что Харьковский городской совет, который работал во времена, когда я был харьковским городским головой, не принял ни одного противозаконного решения. Я понимаю истинную цель прокуратуры. Они не доведут это дело до суда. Это дело рассыпется в ходе досудебного следствия. Главная их задача спрятать меня в СИЗО и говорить, что у них есть очередная победа и поставить галочку. Я прошу депутатский корпус, если это позволяет процедура, прекратить это позорное действие. Я призываю депутатский корпус проголосовать за снятие с меня депутатской неприкосновенности. Я сам буду за это голосовать. После полутора часов обсуждения, вопросов и ответов перешли к голосованию. А вот как нажимали кнопки депутата, предлагаю посмотреть без комментариев. Первый вопрос на голосовании о снятии неприкосновенности. То есть, получается, Рада дала добро и на снятие неприкосновенности с Михаила Добкина, и на его задержание, и на арест. После этого журналистам удалось пообщаться с парламентарием. Вот что он сказал. Я абсолютно не сомневался, и еще неделю назад говорил, что единственный человек, кому дадут разрешение на арест и задержание, это буду я. Я не пророк, я просто всегда анализирую. Исходя из тех выступлений, которые вы слышали сегодня с трибуны Верховной Рады, вы не услышали ничего, что подтверждало бы правильность предъявленных мне претензий со стороны генерального прокурора. Это была чистая политика. Для того, чтобы вы понимали, что сегодня произошло, вы должны посмотреть, как голосовал Народный фронт за Розенблата и за Полякова, исходя из того фильма, который вы видели все. И посмотрите, как голосовал сегодня Народный фронт и блок Петра Порошенко за меня, исходя из того, что ни одного доказательства моей вины предъявлено не было. Я ожидал, конечно, что меня арестуют прямо здесь, на выходе, но, видно, мученика при жизни они из меня делать не захотели, понимая, сколько вас здесь находится. Поэтому решили завтра меня вызвать в генеральную прокуратуру. Хочу обратить ваше внимание в завершении, что мне дали время завтра до 14.00. Я нахожусь в хорошей физической форме, со здоровью у меня тфу-тфу-тфу, все нормально, на больничку я не собираюсь, одеяло клетчатое брать с собой не собираюсь. Я пойду туда, куда они меня хотят отправить. Конечно же, буду пытаться защититься так, чтобы показать всю низость и подлость вот этих людей, которые понабирались власти, не зная, что с ней делать. Генпрокурор, в свою очередь, заявил, задерживать народного депутата прямо в сессионном зале прокуратура не имеет права. Сам Добкин после общения с журналистами отправился для встречи с адвокатами и пообещал, что завтра в 14.00 прибудет на допрос в ГПУ. А вот генпрокурор Юрий Луценко заявил, что там, возможно, не исключено, что ему вручат подозрения и что завтра будет суд. Требовать прокуратура будет арест, за что уже проголосовала Рада, или залог на сумму ущерба. Какая это сумма, Луценко не уточнил. Но на этом история с подозрениями не закончилась. Юрий Луценко вызвал в отдельный кабинет фронтовика Максима Полякова и бывшего члена БПП Борислава Розенблата. Напомню, во вторник с них сняла Рада неприкосновенность, но при этом не дала добро на задержание и арест. А вот в сессионном зале напоследок занялись пенсионной реформой и приняли ее в первом чтении 282 за. Ну а потом долго обсуждали, ставить ли на голосование медицинскую реформу, но в итоге решили это дело отложить. На этом и разошлись. Катя. Ань, спасибо тебе за информацию. Анна Каменева рассказала о подробности рассмотрения представления ГПО о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина. Продолжение следует...